На протяжении трех лет жители дома номер 25 на улице Университетская не получают чистую питьевую воду. Из крана бежит жидкость с неприятным запахом, которую горожане не рискуют использовать для приготовления пищи. В чем причина и почему жители только сейчас обратили внимание на эту проблему, дали выпуски. Ведь раньше-то вода была хорошая, почему сейчас она такая плохая стала? Этот вопрос уже на протяжении трех лет задают жители дома номер 25 на улице Университетская. Это сегодня из крана бежит прозрачная и на вид чистая вода. Однако внешний вид обманчив. Неприятный запах ясно говорит о том, что использовать воду в приготовлении пищи не стоит. У нас очень грязная, мутная и с запахом холодная вода. Очень. И горячая тоже. Действительно. Вот в течение трех лет мы мучаемся. Воду пенсионерам нам приходится покупать. Такая ситуация не только с холодной водой, но и с горячей, уверяет житель дома Маргарита Семенова. Качественных услуг они не получают, а вот счета им выставляют по полной. Пусть обратят внимание. Караганда-Су водоканал, теплотранзит. Они вообще, они же, мы за это платим. И ведь мы не маленькие суммы платим за воду. За ту и за другую. А зачем мы будем платить за то, чем мы не пользуемся? В компании Караганда-Су нам заявили, что о некачественной воде жители дома заявили только 3 мая нынешнего года. В первую очередь необходимо установить причину загрязнения, сообщили коммунальщики. По данному факту лаборатория ТО Караганда-Су завтра произведет отбор проб воды в соответствии с ГОСТом вода питьевая. После этого будет сделан анализ, то есть протокол исследований данной воды на предмет химического и бактериологического соответствия воды. Требования санитарных правил. О результатах будет сообщено дополнительно. А пока проводятся исследования и устанавливаются причины, жители дома номер 25 на улице Университетская продолжают искать другие источники чистой питьевой воды. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.